Аллах в Коране говорит, что мы показали человеку два пути, и он сам выбирает, какой выбрать. В этот день Аллах показал людям два пути. Путь езида и путь имаму Хусейна. Имам Хусейн говорит прекрасные слова, он говорит, такой, как я, не присягнет такому, как езид. Имам не говорит, я не присягну езид, он говорит, такой, как я. Тот, кто следует, и у кого такие же ценности, как у меня, никогда не последует, и у него никогда не будет таких ценностей, как у езида. Мы здесь несколько дней обсуждали очень важную тему. Говорили о том, что человек сбивается и впадает в беспечность по нескольким причинам. Любовь к влиянию, к авторитету, любовь к деньгам, любовь к комфорту. Все эти факторы влияют на то, что человек выбирает тот путь, в котором это все есть. На пути езида есть любовь к мирскому. На пути езида есть любовь к влиянию. Но мы видим противоположную сторону, сторона имама Хусейна. И этот путь, и этот путь жив и будет жить до судного дня. Как посланник Аллаха говорит, что Коран и мое семейство не отделятся друг от друга до судного дня. И кто последует им, он присягнет мне, примкнет ко мне. Как предание говорится, не отставайте от них и не опережайте их. По знанию имама, сегодня я хочу немного об этом поговорить. По знанию имама, то, что различало эти два войска. На одной стороне те, кто говорят «Ля Иляхи, Лаллах, Мухаммад, Расулуллах», и на другой стороне то же самое говорят. На одной стороне намаз совершают, и на другой стороне намаз совершают. На одной стороне люди пост держат, на другой стороне тоже пост держат. Единственная разница между ними, что одни познали своего имама, другие не познали своего имама. Вот это разница между людьми там. То, что одни узнали и познали имама, другие нет. Они его знали, но не познали. Знать и познать разные вещи. Некоторые сегодня мечтают, говорят, я бы хотел увидеть имама в свое время, встретиться с ним. Прекрасно я читал ответ, говорят, что Езид тоже имама в свое время не видел. Шимр тоже своего имама в время не видел. Но как это на него повлияло? Главное не увидеть имама. Главное познать имама, братья мои. Что значит познать имама? Значит следовать тому, что он от тебя хочет. Религия не заканчивается только на намазе и на посте. Знаете, когда имам для тебя становится имамом? Мы же джамат намаз совершаем. Когда мы понимаем, что мы джамат намаз совершаем? Когда мы повторяем все, что имам делает. Имам идет поясной поклон, мы идем в поясной поклон. Имам встает, мы встаем. Он идет в земной поклон, мы идем в земной поклон. Вот это называть, что мы амун здесь, а имам, имам. Вот это называть джамат-намаз коллективный. Если он делает одно, ты делаешь другое, он идет земной поклон, ты только встаешь из поясного поклона. Это не называется джамат-намаз. Это не называется, что ты ему ик-ты-да сделал, как говорят, да? То, что ты за ним намаз совершаешь. То же самое имам нашего времени. Пока что, пока что мы не находимся в тех планах, которые у него есть для этого мира, мы его не познали. Мы его знаем. Познали когда? Когда мы поняли, что имам хочет в этом мире сделать и каким-либо образом пытаемся соответствовать этим планам. Когда мы внутри этих планов находимся, что имам хочет сделать? Что имам хочет донести до людей? Каким образом мы можем им помочь? Как мы можем быть соучастниками в этом? Вот в этот момент, когда мы становимся последователями, и тогда мы познаем имама. Множество хадисов на этот счет по поводу познания имама. Имам Садык А.С. говорит, «Ман арафана киана му'минан». Тот, кто познал нас, является му'мином, уверовшим. «Ва ман анкярана киана кяфиран». И тот, кто отрек нас, является кяфиром. Тот, кто скрыл истину. Подобные хадисы другие есть. Так же от имам Садык А.С. Али имаму аляму бейна Аллаха аззаваджалла ва бейна хальгихи. Имам является руководством. Так сказать, алям, ну, можно перевести как руководство, как знак, которому нужно следовать. Между Аллахом является знаком и его творением. «Ва ман арафана киана му'минан». И тот, кто его познал, является му'мином. «Ва ман анкяра киана кяфиран». И тот, кто отрек, является кяфиром. Хорошо. Есть ли хадисы, которые признавались бы всеми мусульманами без исключения по поводу этой темы? Чтобы и шииты признавали, и сунниты признавали. От постаника Аллаха есть прекрасный хадис. Подобный этому. «Ва ма ата ва хуа ла я арифи имама ху ма ата мита танджа хилия». Тот, кто умер, не познав имама своего времени, умер подобно тому, как люди умирали во время джагилии, во время невежества. Кто этот хадис принимают? Все мусульмане. Неважно, суннит или шиит. Кем является твой имам? Какого имама ты познал? От этого зависит, каким образом ты уйдешь из этого мира. На основании этих хадисов мы можем хорошо толковать аяты Корана. Аллах в священном Коране говорит, прекрасно в одном из аятов. «Ва ата симу би хаблиллах джамин валя тафаррагу». Вы знаете, прекрасный этот аят. Держитесь крепко за верфь Аллаха и не разделяйтесь. Держитесь за верфь. Что такое верфь Аллаха? Хаблюллах. Кто такой хаблюллах? За что Аллах нам нужно держаться? Что значит верфь Аллаха? Что значит руководство Аллаха? Как это понять? Хадисы нам объясняют. Хаблюллах в этом аяте имеется в виду имам непорочный. Пророк. Есть прекрасный зиарад Джамиль Кабира. Если вы читали хотя бы перевод, или кто арабский знает, там очень прекрасно описывается имам. Ахлибейт. Там мы говорим имамам следующее. Посредством любви к вам у Ахлибейт. Аллах нас научил учением Корана. Учением Ислама. И избавил нас от ошибок в этом мире. Чтобы мы не ошибались, чтобы мы видели ровное, правильное руководство. И посредством любви к вам Аллах усовершенствовал религию. Аллах, вы знаете, был неспособлен аят, когда имам Али стал заместителем. Заместительный пророк, какой был аят неспособлен. Что сегодня я завершил вам религию, закончил свой неимат. Когда Аллах устанавливает заместителя, посланника Аллаха, и пророк передает эту весть от Аллаха, что кому я являюсь повелителем, тому и Али являйте повелителем. И в этот момент Аллах говорит, что сейчас я завершил для вас свой неимат. И мы в этом диорете говорим о Ахлибейт. Посредством вас Аллах завершил свою религию, усовершенствовал свою религию. И посредством вас Он отправил к нам милость, отправил к нам неимат. Какой неимат? Руководство Ахлибейта, руководство имама Хусейна и руководство двенадцатого имама. Иначе, если бы не имам на земле, через что бы милость Аллаха не спосылалась бы на землю? Имамы наши, наши посланники являются нур-у-ахид. Они являются одним светом, посредством которого Аллах не спосылает на эту землю в своей милости. Если бы не они, Аллах не создал бы этот мир, как в хадисах говорится. Через них мы познаем Аллаха. Они средства приближения к Аллаху. Аллах Коран не говорит, ищите ко мне средства приближения. Имеет в виду Ахлибейт, через них ко мне приблизитесь. И как мы видим эти дни, братья мои? Мы здесь собираемся, и кроме того, что приближаемся к Аллаху, мы больше здесь ничего не видим. Кроме как приближения к Аллаху. В эти ночи мы говорим только аяты и хадисы. Только аяты и хадисы. В эту ночь мы говорим о самых лучших людях на этой земле. В этой истории, которая у нас есть, в истории человечества. Те люди, которые были готовы пожертвовать всем, что у них есть. И детьми, и братьями, и семьей, и своей жизнью. Ради кого? Ради Аллаха. Ради ценностей, которые Аллах на этой земле установил. Ради имама. Они пример для подражания. Да, имама сегодня нет. Войны сегодня нет. Обязанности у нас. Но есть же имам. Он есть. Если мы его не видим, это не значит, что его нет. Он есть. Значит, есть наши обязанности перед ним. Какие наши обязанности перед имамом? Вот главная цель нашей жизни. Сегодня, к сожалению, люди, отдалившись от Аллаха, отдалившись от имама, даже в вере в Аллах и вере в его посланника, теряют милость. И у них начинаются разногласия. И когда начинаются разногласия, они отдаляются от милости Аллаха и не могут распространять религию ислам. Я еще раз зачитаю этот аят. Держитесь крепко. За что крепко Аллах? За имама. Держитесь крепко за имама и не разделяйтесь между собой. Вы были врагами, вспомните милость Аллаха в отношении вас. Вы же враждовали между собой. Это по поводу посланника Аллаха был неспособлен аят, что посланник Аллаха до того, как он принес религию ислам, до того, как он объединил разных людей между собой, разные племена объединил между собой, помирил их, они были врагами. Аллах говорит, вспомните милость Аллаха. Вы между собой враждовали. «И между ваших сердцах была ненависть, вражда друг к другу». «И посредством милости этой вы стали братьями». Какая милость? Постанник Аллаха и за ним его заместители, имамы. Аллах говорит, посредством этой милости, то есть посредством имама вы стали братьями между собой. А до этого вы враждовали. Значит, сегодня тот, кто из шиитов между собой враждует, он не познал имама своего времени. Аллах сам в Коране говорит, посредством имама вы стали братьями. Посредством имама ваши сердца объединились. Из-за имама вы готовы жизнь друг другу отдать. Как в предании говорится, что наши последователи – это те, не только которые нас любят, а которые наши последователи любят. Имам Хусейн не ставит разницу в Кирбале между своим сыном и своим слугой. Как он к своему сыну падает и щекой к щеке прислоняется, так он и к своему слуге чернокожему падает и прислоняется щекой к щеке. Как он оплакивает своих детей, так он оплакивает своих соратников и сподвижников. И так же они любят друг друга и готовы жизнь за друг друга отдать. Почему? Потому что они познали имама своего времени, как Аллах в Коране об этом говорит. Когда мы не держимся за этот верфь, за этот хаблюллах, то, что Аллах в Коране говорит, держись за имама, мы отдаляемся от этой милости, как я сказал. И чем слабее мы за это держимся, тем больше разногласий и проблем между нами. Чем дальше мы от имама, тем больше мы ненавидим друг друга, не хотим видеть друг друга. Гайбат, клеветничаем друг за другом. Почему? Потому что мы не познали имама. Аллах говорит в Коране, в этом аяте, посредством милости имама вы стали братьями. Другой причины нет. У нас нет другой причины любить друг друга, кроме как ради Аллаха. Я вас не знаю, вы меня не знаете, но мы любим друг друга. Даже кого я не знаю, кого я ни с кем ни разу не общался, я люблю его, потому что я люблю своего имама, и он любит моего имама. Мы с ним в этом едины. Двоих людей, которые любят друг друга, что-либо объединяет. Нас, братья всех, объединяет наш имам, который сокрыт из-за того, что мы не познали его. Есть другая причина, почему имам сокрытие. Ответьте, я тоже буду знать, чтобы я тоже узнал. В чем причина, что имам сокрытие больше тысячи лет? Потому что у нас до сих пор разногласия между нами, начиная сверху, заканчивая низом. И эти разногласия, понятное дело, почему они проявляются? Из-за непознания имама. И этот аят прекрасно это доказывает. Аллах говорит, посредством имама вы стали братьями. Посредством имама Аллах говорит, я вас объединил, сделал вас близкими друг к другу, чтобы вы начали любить друг друга. И также тот, кто отдаляется от этой милости, начинает ненавидеть друг друга. Мы этот прекрасный пример видим сегодня в Палестине. Я считаю своим долгом об этом сказать, что в Палестине, так как люди не познали имама своего времени, они не поддерживают друг друга. Мы видим, в Палестине убивают детей и женщин, остальные страны арабские, которые называют себя мусульманами, молчат, делают вид, что будто бы ничего не происходит. А некоторые еще хуже и начинают помогать врагам. Почему так происходит? Почему сегодня убивая детей, неверующие на Западе, неверующие в Америке кричат об этом, митинги устраивают, а мусульманские страны молчат? В чем причина? Почему только Палестине помогает Йемен, Хизбулла и Иран? Почему только эти страны помогают Палестине, которая является сунитской страной? Почему только шииты им помогают? Потому что шииты познали имама своего времени. Они познали истину, они поняли, что мы должны объединиться против единого врага. Эти все разногласия между нами, Аллах уже искоренил их во времена джахилии, во времена невежества, когда пришел посланник Аллах, и Аллах в Коране говорит, что я убрал эту вражду между вами посредством этого пророка, посредством этого посланника. Вы стали братьями. Забудьте все свои разногласия. И эти последователи пророка сегодня проявляют себя, сегодня показывают, на самом деле, как они поняли слова Аллаха. Аллах то, что в Коране говорит, что я сделал вас братьями. Сегодня в Палестине наши братья гибнут, наши сестры гибнут, наши дети гибнут. И не просто гибнут, их убивают и очень жестоко убивают. И Сунинский мир молчит, к сожалению. И это всё возвращается к этому вопросу, потому что они не познали имам своего времени. Они не понимают, что за каждое эту ошибку будут они отвечать. Тот, кто безразличен к своей религии, тот, кто безразличен к своему народу, к своим братьям, у того нет религии. Тот не понял, что такое религия. Сегодня среди нас тоже такая проблема существует. Мы думаем, что вся религия заканчивается на намазе и посте. Это огромная ошибка, братья мои. Почему мы всё время, у нас ошибка такая, что мы ждём от кого-то какое-то действие. Мы приходим, если нам жарко, мы жалуемся, что кондиционера нет. Если у нас там эйсан один день не дали, как вчера, Хачизульфа Гар об этом говорил, человек приходит и говорит, а что эйсан не дали? Что ему не нравится, он об этом говорит, вместо того, чтобы понять, ага, здесь есть минус какой-то. Я же могу этот минус искоренить. Я могу этот минус избавить. Значит, ой, мам, ты это видишь. Я твой последователь. Это твоя религия и моя религия. Значит, я сделаю какую-либо пользу для этой религии. Я избавлю, я увижу, что, допустим, что не хватает нашим верующим, что не хватает нашей религии. Постарайтесь это исправить. Столько идей есть, столько планов есть, что мы просто, если объединимся, мы столько всего сделаем. Один лагерь того, чего стоило, то, что каждый год проводят. Представляете, если мы сможем построить какое-либо место, где сможем в году хотя бы летом, даже не летом, хотя бы один месяц собирать детей. Представляете, просто такой план. Один месяц, если будем собирать детей своих там. И они будут там обучаться один месяц религии каждый день, играться там, кушать, это все на своем месте. Один месяц они будут изучать свою религию, научатся Корану, научатся Агайду, научатся Ахьяму, научатся истории. За месяц много чего можно объяснить ребенку. Представляете, 10 лет, 15 лет фундамент в нем укрепим и пустим его в школу. Что он сделает? Таких 100 детей что сделают? Эти 100 детей, если каждый из них одного переубедит и скажет, что есть имам в нашей времени, есть наша религия, она истинная, и сможет объяснить другому, будто бы мы целую ум, целую общину сможем изменить. Всего лишь простое действие. А мы всегда сидим и ждем, говорим, что нам не хватает. Это является последовательность имаму. Это является, что имам твой имам. Когда ты всего лишь смотришь, что имам сделает, как он исправит свою религию, а ты будешь смотреть, за имам Хусейна тоже наблюдали. И те, кто наблюдали за имам Хусейном, они будут в аду. И те, кто воевали против имам Хусейна, будут в аду. Те, кто оставили Киарбалу и ушли, оттуда будут в аду. И те, кто воевали против имам Хусейна, будут в аду. Не надо думать, что вся религия заканчивается только на том, что мы знаем имя своего имама и то, что он в сокрытии. И религия на этом не заканчивается. Для нас, братья мои, не должно иметь значение, имам в сокрытии или он наяву. Мы должны выполнять свою обязанность перед ним. Видим мы его или не видим? Уэйс не видел пророка ни разу. Но пророк говорит, я скучаю по нему. Я хочу его видеть. Я чувствую его запах. Пророк говорит про того, кого он не видел. Почему? Потому что он понимал, что от него пророк хочет и делал то, что от него пророк хочет. Мы сегодня должны понять, что имам от нас хочет, чтобы не впасть в эту сторону, в сторону заблуждения. Это очень важный момент, братья мои. Мы не должны быть пассивными мусульманами. Пока мы пассивные мусульмане, никакого будущего, никакого зухура об этом и речи быть не может. Понятное дело, что поистине, что обещание Аллах является истиной. Аллах сделает свое обещание. Он сказал, что он установил справедливость на земле. Он установит ее. Имам сказал, что выйдет из сокрытия. Он выйдет из сокрытия. Но наше положение какое будет? Вы что думаете, нам осталось так много жить? Кто знает, сколько нам осталось жить? Мы сможем ответить Аллаху? Мы могли, у нас был потенциал сделать столько, а мы ничего вообще не сделали. В Киарбале, прекрасный пример, у них был потенциал свою жизнь отдать и все, что у них есть, они отдали. И как они отдали? Они говорят, Хусейн, мы плачем по тебе только потому, что у нас одна жизнь, ее так мало ради себя отдать. Тысячи раз нас порежут, тысячи раз нас сожгут, мы все равно не оставим твой путь. Вот познание имама, что все, что у меня есть, это мало, имам, за тебя. Почему? Потому что ты хочешь донести религию Аллаха до людей, ты хочешь наставить людей на путь Аллаха. Все, что у нас есть, это мало. Все, что мы можем сделать, мы сделаем. Жизнь нужно отдать, будем отдавать. Как имам Хусейн защищали люди во время намаза? Они терпели всю эту боль, терпели стрелы, пока имам намаз совершает. И только когда имам закончил свой намаз, человек падает и умирает. До конца он держался для того, чтобы защитить имама своего. А мы что делаем? Нас не просят жизнь отдать, нас не просят имущество отдать. Нам говорят то, что ты можешь сделать имама, сделай. Объединись, собери братьев. У нас в Москве проповедников на русском нет. Очень мало проповедников. Соберите своего родственника, одного ребенка, у которого есть возможность, у которого есть потенциал, который хочет учиться. Вы даже свои родственники или друзья объединитесь, скажи, ты езжай учись 5 лет, 10 лет, мы тебя будем поддерживать. Потом вернешься, будешь нашим детям преподавать. Потом вернешься, будешь нашу религию распространять. А мы просто ждем, когда кто приедет, когда кто уедет, когда Хусейненово построит, когда кондиционер поставит, когда есть санда. Все время ожидаем, к сожалению. Но, аль-хамдур-илла, есть братья, которые будто бы воюют на пути Аллаха, стараются, все свое усердие прикладывают на пути Аллаха. Скажите для таких людей, чтобы у них баракят был в их жизни салават. Поэтому хочу сказать, братья мои, что как только мы объединимся вокруг имама, тогда у нас будет рай в этом мире. Тогда мы обретем рай. Когда мы только объединимся вокруг имама. Когда мы объединимся вокруг имама, у нас будет единство. Мы будем любить друг друга, мы будем крепки между собой. А враги, враги, у них всегда будут разногласия. Аллах сам об этом в Коране говорит. В одном из священных аятов Аллах прекрасно описывает врагов ислама. Они очень сильно враждуют между собой. Ты думаешь, что они все вместе? Ты думаешь, что они едины, Аллах говорит. А далее говорят. Но они, их сердца ненавидят друг друга, у них есть разногласия. Аллах сам в Коране описывает врагов. Он говорит, те, кто с вами воюют, они кажутся всего лишь, что они вместе, а не едины. Но на самом деле в их сердцах есть разногласия. Они ненавидят друг друга. Это ты всего лишь думаешь, что они вместе. Почему? Потому что у них нет этой милости. У них нет имама, вокруг которого они могли бы объединиться. А у нас есть такой имам. Но они видом даже выглядят более единственными. И нам кажется, Аллах говорит, вам кажется, что они едины. Но посмотрите, между ними у них полно разногласий. Даже сегодня Израиль, то, что воюет, они до сих пор не могут определиться, с Хизбуллой стоит войну начать или не стоит. У них разногласия. Они одни говорят, что если мы начнем войну, мы полностью уже проиграем. То там не будет конца. Другие хотят напасть. У них внутри митинги, у них внутри разногласия. Их власть уже не принимают. Народ обычный. У них столько разногласий. И Аллах говорит, а вам кажется, что они вместе. А вам кажется, что они едины. В их сердцах ненависть. В их сердцах разногласия. Но Аллах говорит, но я, говорит Аллах, установил милость для вас. Я отправил к вам имама, вокруг которого вы можете объединиться. Как объединиться вокруг имама Хусейна. Продолжение следует...